Один из главных зарубежных критиков Кремля Уильям Браудер призвал Евросоюз пресечь возможное вмешательство и злоупотребление со стороны России. Глава фонда Хермитэдж хочет, чтобы ЕС, по примеру Соединённых Штатов, ввёл собственный акт Магнитского. Этот закон назван в честь Сергея Магнитского, который работал юристом в фонде Хермитэдж, выявил коррупцию на высоком уровне и умер в московской тюрьме. Акт Магнитского – это закон, направленный на серьёзную и пока нерешаемую проблему, а именно безнаказанность диктаторов и воров во власти в России и во всём мире, сказал Браудер в эфире Евроньюз. Он позволяет замораживать активы и отказывать в визах лицам, совершающим грубые нарушения прав человека. США приняли закон Магнитского, Канада приняла закон Магнитского, Великобритания приняла закон Магнитского, а Европы нет. Если кто-то вроде Путина или его режима совершают ужасные вещи, а Европа не применяет санкции к этим людям, тогда она становится фактически убежищем для этих плохих действующих лиц. Браудер считает, что новый акт Магнитского поможет сдержать влияние России в Европе. Он предположил, что вмешательство России в политику ЕС имело место в ряде событий, таких как референдум о Брексите и взлом электронной почты президента Франции в 2017 году. Но Брюссель и так ужесточил свою позицию в отношении Москвы после отравления Алексея Навального. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности сообщил о подготовке санкций, которые получат имя российского оппозиционера. «В настоящее время разрабатываются правовые акты», — сказал Жузеп Боррель. «Надеюсь, то, что произошло с господином Навальным, заставит государство-члены прекратить дискуссии, начать действовать и одобрить этот режим санкций за нарушение прав человека. Он может быть таким же, как американский акт Магнитского. И мы могли бы назвать это нашим режимом санкций Навального». «У трёх балтийских стран — Эстонии, Латвии и Литвы — есть собственные варианты этого закона. В так называемые «списки» Магнитского включены россияне, которым запрещен въезд в эти страны. Теперь и от других членов ЕС ожидают следования этой тенденции». «У трёх балтийских стран — Эстонии, Латвии и Латвии и Латвии и Латвии и Латвии и Латвии»